Когда отдыхаешь на море, очень вредно потом работать, переключиться вообще невозможно. Я рассчитывала, что работать в основном Андрей будет, но получилось, что вот еще мне тоже перепал. Дурака работа любит, она его нигде не пропустит. Вот просто, знаете, где он там наблюдается, все. Но сегодня, раз так получилось, давайте действительно поговорим с вами о воде, чтобы мы поставили точки на дверь. И чтобы вы уже поняли, с чего начинать, что заканчивать, что есть смысл. И я не буду даваться в какие-то далекие подробности, мне просто надо, чтобы вы поняли, что начинаем и заканчиваем водой, в воде, с водой, под водой, на воде. Вот тут говорят, даже пейте пиво, экономьте воду, тоже на самом деле нормально, потому что воду надо экономить. И пока у нас не придет понимание, что все начинается и заканчивается и происходит в воде, то никакое здоровье нам не грозит в принципе. Я вам немножечко проструктурирую информацию о воде. Поднимите, кто был на Академии. Понятно. А поднимите, кто не был. То есть по пропорции. Значит приблизительно одна третья часть. Для того, чтобы вы поняли, что насколько это важно и что других никаких не существует технологий. Потому что проработавшись столько лет врачом, я совершенно реально понимаю, что мы неосознанно всегда реанимировали только водой. Вот говорят в пословице, что чтобы выжили так, чтобы перед смертью было кому стакан воды подать, да? Так вот если стакан воды подадут, возможно, что смерть даже отложится или отсрочится или перенесется на какой-то неопределенный момент. Но это, к сожалению, приходит не сразу. Итак, мы практически перестали пить воду и заменили ее какими-то жидкостями. И мы нарушили сразу глобальное протекание различных процессов. Вот чтобы вам немножко проструктурировать информацию о воде, я буду показывать и рассказывать. Но я буду это делать в достаточно быстром темпе, потому что времени на самом деле у нас немного. Итак, вода это жизнь. Весь объем воды, сконцентрированный на земле, он огромен и не поддается никаким подсчетам. Но большая часть воды находится в морях и океанах, и вы совершенно четко знаете. Как море близко, но из него не напьешься. Жизнь всегда располагалась там, где есть источники чистой воды. Но мы сделали величайшую глупость. На самом деле жизнь располагалась там, где есть источники, но они рожденные. А мы достали воду там, где она не рождена, с глубины 300 метров. Это абсолютно непригодная для употребления вода в энергетическом смысле. То есть прежде чем пить, вода должна родиться. 3% находятся на континентах, и это запасы, которые ну просто... Ну 3% запасов воды является пресной. То есть нам предстоит глобальные разборки по всему миру, когда кончатся вот эти вот поверхностные слои воды. Хотя существует мнение, что она вроде никогда не кончится, но на самом деле ситуация уже достаточная. Мы загрязнили все поверхностные воды, практически все. Вода в России считается условно пригодной для питья, которая идет в реке, из-за того, что нету очистных сооружений. 1 миллиард людей во всем мире не имеют вообще доступа к чистой воде. Мы должны понять, и кстати Крым, вот мы сейчас ехали, в Крыму оказалось, у нас там в России проблема кариес, памперсы и прокладки. А у вас проблема вода, язык и что еще? Язык на третьем месте. И что еще? Вода. А, вода, дороги и язык. У нас другой, у нас кариес, менструация и сперкать, судя по рекламе, да? Поэтому, на самом деле, с водой вы действительно столкнетесь, потому что она идет капельками. И вот представьте себе, что завтра вы проснетесь, она вообще не идет. Вот тогда мы точно поймем. Тогда мы абсолютно точно поймем. Недавно Андрей Анатольевич шел по горе, и он настигла такая мысль, что рай это там, где есть вода. И сначала я подумала, что он просто пошутил, а потом подумала, действительно, рай это там, где есть вода. Там, где нет воды, жизни нет вообще. То есть это абсолютно реально. И что мы не ценим больше всего жизни, так это воду. Мы просто ее не ценим. Мы в нее плюем. Что мы с ней делаем, мы в ней стираем. На древнешумерских керамических пластиночках было написано, прежде чем стирать белье в реке, подумай о том, кто живет ниже. Это была основная экологическая заповедь. Мы практически будем наказаны очень серьезно. И в основном по воде. Люди ищут эликсир молодости. Все ищут эликсир молодости. В одном месте, в другом месте, в третьем. Смешивают травы. Да нет никого эликсира молодости, это вода. Эликсир молодости это вода. Если мы сумеем изменить это состояние по воде, тогда мы действительно обретем молодость. Сейчас до меня дошла информация совершенно в последнее время. Кто читал книгу Лапо, почему мы так мало живем? Ну еще никто, да? До меня информация долетает немножечко вперед по каким-то таким космическим законам. Так вот, оказалось, что еще есть библейские сведения, что был такой Енах. Я не очень разбираюсь во всех, скажем так, библиографических вещах. Но ему приписывается изречение, что если бы мы знали, что такое водородный показатель и умели его в организме отслеживать, то человек жил бы ровно пять лет дольше. Мы начали думать, что такое водородный показатель однозначно, PH воды. Ничего больше там быть не может. И этот водородный показатель у человека должен быть в течение всей жизни 7,5. Конкретно 7,5. Не 7,3, 7,2, 7,1. Он должен быть круглосуточно 7,5. Но, к сожалению, запишите эту цифру и запомните. Послюнет. Тот, кто хочет жить долго, тот, кто хочет не болеть, тот, кто хочет не иметь никаких серьезных заболеваний хронических, онкологических, сахарного диабета, заболеваний суставов и всех болезней обезвоживания, о которых мы говорим по жизни, должен иметь водородный показатель организма 7,5. Других вариантов нет. По крови это 7,43, потому что кровь немножечко более мягкая. Но каждые 10 лет водородный показатель снижается на 0,1 единицы. И к 50 годам он снижается на 0,5 единицы. Получается 7. 7 это еще нормальный уровень жизни. 6,5 это уже начало хронических болезней. 6 это уже болезни. 5 это уже состояние близкое к разрушению организма, когда начинаются уже серьезные хронические, ну, порой несовместимые жизни и болезни. И поэтому каждый из вас имеет шанс не просто один раз в жизни померить лакмусовой бумажечкой свою слюну, а делать это приблизительно 20-30 раз в день, для того, чтобы выяснить суммарный водородный показатель ваших жидкостей. Ориентироваться будете на слюну, потому что в крови мы ориентируемся тогда, когда человек уже умирает и мы ему капаем воду внутривенно. Поэтому это очень хорошая история. Лакмусовые бумажки у нас продаются. То есть на складе они есть всегда. Я начала измерять свой водородный показатель, ну, буквально, может быть, 2 недели назад, когда получила эту информацию. И выяснила, что он в течение дня колеблется от 7,5 до 5,5. Но нас интересует в среднем. То есть мне мой водородный показатель не понравился. И я начала смотреть, на какую пищу он становится выше, 7,4 хотя бы, 7 хотя бы. На какую пищу он падает. И здесь не получилось никаких аналогий. Вот у нас есть диск PH, то есть константы здоровья. И я так думаю, что этот диск, я обычно не даю таких жестких рекомендаций. Этот диск надо будет выучить наизусть тому, кто хочет жить долго. Для того, чтобы выучить наизусть его, надо просмотреть раз 15. Потому что я сейчас сама начала его просматривать, и я поняла, что я даже не помню, о чем я рассказывала. Потому что бывают такие вещи, к которым готовишься специально. Вот я обычно не готовлюсь к академию. Но к PH лекции я очень серьезно готовилась, потому что информация для нас, ну, в общем-то, новая. Врачи, они практически ничего не знают. И это не в нашем контексте с ней работает. И поэтому, если вы не хотите попадать к врачам и иметь серьезные хронические заболевания, то точка, вот говорят, дайте мне точку, через которую я, при помощи которой, точку опоры, при помощи которой можно перевернуть мир. Так вот, точка опоры в организме на данный момент, это самые последние сведения, это PH организма. Это кислотно-щелочной баланс организма. Скажу почему. Первое, только, значит, кровь соленая. Значит, никого никогда не слушайте. Будут говорить, что надо закисляться, надо то, ничего не надо. Надо держать PH в определенном размере. Нам нужно равновесие. То есть защелачиваться не получится. Потому что, ну, индусы защелачиваются содой, у нас, как бы, в стране вообще нечем защелачиваться. Да, вот у нас с вами есть микрогидрина, у других ничего нет. Поэтому водородный показатель 7, это минимум того, что надо себе позволить. И любой ценой, едой, психологией, любыми другими методами, которые вам доступны, нужно сделать водородный показатель, чем выше, тем лучше. Любая физическая работа будет закислять организм. Любые умственные нагрузки будут закислять организм. Любые походы, купания, вот все, что является нашей деятельностью, все закисляет организм. Кислый организм будет у спортсмена, кислый организм будет у человека, который покопался в саду. То есть кислый будет у женщины, которая постирала, которая понервничала. То есть любая наша деятельность идет с выделением молочной кислоты. Потому что она связана с умственной работой. Там идут окислительные реакции с физической работой, там идет мышечная реакция. Значит, и так. Вода бывает в трех состояниях. Я буквально три минуты этому уделю. Я не буду туда сейчас ходить физико-химические. Твердая, жидкая и газообразная. Значит, я вам скажу несколько вещей таких, которые надо понять. Первое. Вода бессмертна. Это единственное существо на Земле, которое бессмертно. С ней ничего нельзя сделать. Ее можно испарить, ее можно заморозить, ее можно разделить на живую-мертвую. Что угодно. Но она соберется. Она абсолютно бессмертна. Это первое. Второе. Она не имеет формы. То есть у воды нет формы. Она принимает форму сосуда. В наших клетках она принимает форму нашей клетки. У воды есть только содержание. Содержание это чистый лист, на котором пишется постоянно новая информация. Стирается, пишется, стирается, пишется. И то, что вода очищается, испаряется, страхует ее от того, что на ней записано слишком много негативной информации. Вода пишет все. Она помнит все. И льдоподобное состояние воды, это состояние воды, когда она впитывает в себя каждую нашу мысль. То есть все заговоры, все проклятия, все исцеления всегда делались на буду. Поэтому если вы пьете чай с человеком, который вас не любит, если вы пьете с ним алкоголь, вот прежде чем три алкоголика садятся в группу, они что говорят? Они говорят, ты меня уважаешь? Причем они спрашивают это много раз. Считая, что то у пьяного на языке, то у пьяного на языке. Поэтому они много раз спрашивают, если ты меня не уважаешь, лучше не садись. Потому что вот эта информационная передача через жидкость, она очень-очень актуальна. Причем через жидкость передается не только информация вашего соседа, через жидкость передается вся ваша информация, все ваше недовольство. Все наши страхи, все наши эмоции, все наши уныни, то есть практически все на воду транслируется. У воды есть 12 физико-химических свойств. Мы сегодня тоже о них не будем говорить много. Я только вам их покажу системно, чтобы вы четко понимали. Потому что когда вы говорите себе, вот эта вода хорошая, а вот эта вода плохая, то есть на чем вы основываете? Вы основываете ни на чем. Вы крутите на пальцы дырку от бухлика. То есть если вы не понимаете, чем она хорошая или чем она плохая, то вам любой человек скажет, вот эта хорошая вода. Вот, например, скажет, у нас фильтр-цептор, у нас фильтр-цептор, поэтому у нас очень хорошая вода. То есть воду из-под фильтр-цептора вообще нельзя пить без добавлений в нее минералов, потому что она практически дистиллированная. И если человек будет пить дистиллированную воду более чем 2-3 года, то все минералы у него из организма начнут уходить. Ко мне приехал мальчик один, из Чернигова привезли на консультацию в Киев. Не мальчик, а здоровый парень, у которого, так сказать, который занимается здоровым образом жизни, у которого практически рассосались суставы. Я никогда такого не видела, чтобы у такого здорового мужчины полностью были рассосаны головки бедренных костей. И когда, и меня предупредили себе, родни во что не верят. Вот просто, ну, последняя станция, но он вообще никому не верит. Я говорю, вы понимаете, тут не вопрос веры, тут вопрос знаний. Я говорю, я спрошу у него, почему у него эти суставы рассасываются, он говорит, его лучшие врачи вообще в Украине лечат, ничего понять не могут. И он мне сразу сказал, знаете, я не верю в пищевые добавки. Я говорю, да вы знаете, он как-то совершенно безразличный, а во что вы верите, каждому повередено. У вас рассасываются суставы, вас пригласили к меня, меня как к врачу, вас посмотрели. Давайте с вами на эту тему поговорим. Он говорит, я занимаюсь здоровым образом жизни. Я говорю, что вы делаете? Я говорю, пью чистую воду, например. Я говорю, сколько лет? Он говорит, 10. Я говорю, из какого фильтра? Он говорит, из подцептора. Я говорю, тогда это понятно, мне даже не о чем с вами говорить. Вы 10 лет пьете дистиллированную воду, удивительно, что у вас еще кости черепа на месте, потому что они тоже могли бы рассасываться. Хорошо, что только бедренные суставы, просто потому что вы много весите, позабедренные, да? Поэтому, когда вы будете делать неправильные вещи, вы будете делать их по одной причине. Первое, у вас нет знаний. Второе, вы не системно к этому подходите. Третье, любой продавец вам скажет, вот это хорошее. Кто-то вам скажет, что надо пить алюминий, чтобы он очистил воду. У вас на Украине это очень модно. Симферопольская санстанция дала вообще разрешение на производство там всяких алюминиевых солей. Это соли тяжелого металла. Их, боже, упаси вас, сохрани когда-нибудь. Вообще просто подходить к этим солям. Потому что это гиациды, да. Как бы не будем бить по наглой рыжей морде, но это гиациды. Значит, с водой все опасно. То есть с водой безопасно только природно, натурально, либо очень высокотехнологически. Потому что кто-то, как фирма РГО, йод добавит там в свои фильтры, кто-то там какие-нибудь тряпочки с чем-нибудь пропитанные. То есть каждый старается как можно, так сказать, сильнее очистить воду. Но кроме того, что она должна быть чистая, у нее должна быть ПА определенная, щелочная. Долго живут люди там, только где щелочная вода. Долго живут люди там, где щелочные почвы. Долго живут люди там, где они выращивают на щелочных почвах щелочные продукты. В других местах эту почву известкуют для одной цели, чтобы поднять водородные показатели. Поэтому все, что выросло на кислых почвах, будет организм закислять и не выращивать.